значит теплая подкладка холодный пришел сверху теплая подкладка фиолетовая фиолетовая вот она фиолетовая всюду всюду фиолетово-коричневая то же самое только вкус и бледнее всюду фиолетово-коричневая подкладка то есть это такой классический подход когда идем через горячие цвета сверху накладываем холодные классика вот-вот хорошая ну может даже немножко мало вещества может быть смотри мощненько взять и начать закладывать вот штриховательно закладывать содержание небочка густо с синенькой и даже видно что там прямо вот такая каша краски она прямо видна эта каша накидаешь домичек у нас коричневый чуть-чуть и желтит середину попадает вот это окно чуть выше на середину поэтому от него спляшешь идею дальнего домика середина формата всегда удобно задействовано отражение по вертикали плоскости по склонам давай вот с таким набором пока пока мощным нагнетающим потом конечно будем едящий слой штриховательно вот эта шпатлевка это самый неподходящий шпатлюем только когда мы уже просто откровенную мозаику делаем вертикаль и сразу появилось отражение обозначили плоскость светлые партии любят вещество уходящая плоскость любит ступени ухода формируем одна ступень вторая ступень здесь темная ступень формируется идея ступени уходящих это первый набор конечно может быть вот такой мощный нагловато и немножко грубый свои укладки ну зато побыстричку получить фронт работы давай наращивай то есть не под любит это просто шпатлевки неинтересно ведь тут же это же можно было сделать например сразу с какой-то содержательностью а так у тебя вся картина из шпатлевок состоит ну вот здесь здесь да уместно все а здесь вдруг почему-то светло чего цвету да там темно так же и вот этот верх чего бы сразу не сделать с содержательностью вот сразу крыша с чем-то не то краски много и никакого результата а результатом в том числе тенях которых нет то есть понятно что и нужны фактуры но нужны нужны рисунок свет тень то есть и и и и КОНЕЦ Тоже вот огромные два куска, которые не работают в картине никак. То есть они вообще не выполнили свою задачу. Этопий выполнил тем, что он не стал тёмен к линии соприкосновениям. То есть, ну что толку, что он зелёный? Смотри, если он не выполняет свою задачу. Понимаешь? Смотри, как сразу всё преображается. КОНЕЦ А это даже оранжевит и это никто же никак не выражено. Ты понимаешь, они теперь работают, у них функция есть. Субтитры делал DimaTorzok 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 Грубая какая-то такая С оглядкой на содержание ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Нет, в предыдущей картинке Ряд успехов Смотри, какой здесь интересный момент Вот этот вот глубокий кусок Очень выразительно подрезан вот этим И сразу появляется Эта змейка ухода береговой Правильно, что полосата Но как-то недостаточно На полосате Можно было еще более выразительно Смотри, я задействовал и одну тональность, и один цвет, и другой, и третий Коричневый 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 А вон там на столе, по-моему, коричневый, посмотрите, на столе, на другом. Смотри, довольно глубокенькие вот эти вот тени, ты как-то их не добрала. Я их сначала сделала, потому что там более красно-коричневые, какие-то, какие-то, какие-то. Идея досок. То есть эту идею досок, конечно, можно еще поддержать мазком кисти, но все равно уже полосато. Смотри, и прогресс, и густая красочка вместе создали. Настроение, да? Дощатое. Вон какая каменюкочность. Что, Санечка, что-то хотела сказать? Нет, просто пришла. Нет, просто пришла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова И тогда и дерево вот этим, ну что я вижу, вот она, хорошая укладка, очень качественная. Поэтому делай на здоровье, у вас оно получается. Давай. Молодец. Культур-мультур. Это точно тебе говорю? Ну, Поленов. Могу даже сказать, какую картину посмотреть. Там знаешь, у Полинова есть картина, где из старого, старенького такого дачного домика. Помнишь, ведет молоденькая свою бабушку. И там это вот прямо так же. Даже не знаю, что тебе здесь сказать. Ну классно, вот эти все борозды. Ой, какие вкусные звучат. Суперски, тонально выдержала. А что ж ты так с архитектурой мучаешься? Так я вот даже не знаю, что тебе сделать. Ну, даже текстуру порисовать немножко. Да тебе хорошо. Потому что я смотрю, ну шикарно. И как вот с этой крышей, вот этой вот. Хорошо. Ну это да, понимаешь, это вот надо чувствовать еще. Так просто так вкусно не сделаешь. Это надо чувствовать. Знаешь, вообще. Может быть чуть светлее. Может быть чуть темнее. Сзади чуть темнее сделаем. А может быть вот такой, довольно суровый кусок. А может вот такую нежненькость оставить. Вот когда она все так рассеивается в небо. Потому что очень красиво все. Вот. Может быть из-под теневой здесь подсунуть светиков. Вот немножко насадить теневую и из-под нее светики. Ну или может быть сама теневая уже создает эффект. Но лучше немножко поддать, чтобы эта обозначенность была видна. Заодно склон. Вот. Передние листья, вот эти вот передние листья. Пусть будут более теплы. Чтобы они отделились. Плюс более белесы в некоторых случаях. Это небо. То есть угол уклона листа отразил небо. И вот мы видим белое звучание листа. А здесь более едкие листья, например. То есть тут более теплые. Здесь более едкие. Чтобы они вот повыскочили сюда. И тогда немножечко доусилить вот эти веточки. Вот эту углу нарастить не хватает. Ну не знаю, тогда я не буду лезть, потому что ты с этим всем справляешься. Ладно. Так. Ну вот. Так. Получили. Вот так клуб. Вот так. См Baron. Ты. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть вот такая подрезанность, особенно снизу, очень выгодно всегда, вот эта подоконничная подрезанность звучит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok В общем, я с тобой бы мог в тандеме так зелень вкусно писать, это редкость. У меня не всегда так. У меня тоже не всегда. Ну да, еще правда тоже не всегда, но уже какая-то заявка мощнейшая. Сегодня прям прорыв какой-то. Я так понимаю, что вот так однажды зацепившись за успех, уже все, уже можно и встать в этой отрасли хотя бы. Ой, смотри, как мазочки нечаянно вкусно легли, да? Хотя не так, но усложненное, интересное. Так, ну хорошо. В общем, такие вот уголочные места чуть-чуть можешь поподчеркивать. Хотя уже, в принципе, понаподчеркивался. Ну тоже вот есть где подчеркивать. Вот здесь, когда будешь рисовать, что же. Небочка можешь немножко напятнить. Большей светлостью, чуть-чуть. Немножко. Чуть-чуть, вот так, чуть-чуть. Смотри, оно стало как бы круглее. А то оно было довольно плоским, да? А сейчас оно стало как будто круглее. Как бы вот такое стало. Подробный. Ой, как красиво. Слушай, ну ты даешь такую травку нервную. Сознай. Слишком подробный кусок. Он должен быть более обобщен. Хороший? Смотри. А, вообще. Так и было. Просто ты его стала писать, как и все остальные вычастки. А здесь нет. А он на переднем плане? Нет. Он на периферии, а не на переднем плане. В данном случае это не передний план, а периферия. Передний план вот он. А это периферия. Понятно почему? Нет. Вот такой никакой. Вот, вот, смотри, как все. О, это так культурненько, это так умненько. Так, только вот туда воду не надо отправлять. Это неестественно. Может быть, действительно, тебе хотелось увеличить количество воды, но не за счет того, что она пойдет вверх, там некуда ей идти. Так. Так. Как разрослась, да? Вот ее границы и они должны остаться. Ну ты сегодня чудо творишь. Это тоже очень культурный кусок. Вот по всем статьям культурные. Поленовщина в чистом виде. Красивый цвет, красиво все, но слишком заняла пространство. Вот если бы оно было смещено бы сюда или оттуда росло бы уместно, а так никак. Нечестный этот ход. То есть вот так вот. Но это все равно что. Облако нарезать вот здесь в середине. То есть облако должно быть смещено либо сюда, либо сюда. Но никак не сели. Вот так же и здесь. Никак не... Как они там? Биссектриса называется? Да. Трубой на крыше. Трубу на крыше. Да. Как ты сегодня сработала. Мне кажется, уточки не нужны. Они уже... Они как лебеди в картине. Ну уже перебор, да. Угу. Ага, шея. Трубой. 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 Паран. Трубой. Ну, что тут такое? Я ещё хотел спросить, девушку с гортензией, если на юле сиротку сделать потом. Ну сделай, давай сделай. А это мне так красиво. Мне кажется, вниз у гортензии нужно его затемнить. Да, естественно. Сделаем вид, что из него сделали мостик, потому что мельница давно не работает. Ну, хотя бы на время, потому что либо надо срисовать этот кусок, и вот у него чуть-чуть светится макушечка. Такой проходик сделаю. И ещё. И не боится. Спасибо. 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 Спасибо.